Молоко для капучино или латте нагревать максимум до 70 градусов. Оно будет сладковатым и приятным. При мудрости приготовления напитков Андрей Соксаев, бармен с 20-летним стажем, рассказывает своим ученикам. Их у него уже полтысячи. Бармен – это же не просто человек, который готовит напитки, а это еще собеседник, который становится впоследствии другом, товарищем наших постоянных посетителей на протяжении всей их жизни. Андрей прошел путь от официанта до руководителя школы барменов. Говорит, если человек хочет подработать, ему не обязательно знать тонкости мастерства. Но тот, кто решил стать профи, должен понимать, что учиться придется всю жизнь. И у многих такое складывается отношение, что вот, да легко, что там, не пришел, побалдел и получил. На самом деле там очень большой спектр таких нюансов, когда из маленьких деталей составляется. То есть вроде со стороны смотришь легко, но на самом деле это наработанный опыт. Кстати, в Барнауле все больше людей, кто может оценить этот опыт. У нас развивается культура питья, говорит Андрей. В городе стало больше крафта, а люди идут в бар и не напиваться, а дегустировать. Если раньше мы готовили только микс-дринки какие-то простые, сейчас мы все-таки стали углубляться и делать какие-то действительно интересные напитки. Кстати, Андрей создал коктейль «Маракеш», который вошел в топ-10 напитков России. А его команда попала в книгу рекордов страны, приготовив самый большой безалкогольный мохито на 100 литров. Как считает бармен, это не предел достижения. Новые рекорды он и его ученики планируют ставить на ближайших соревнованиях, которые пройдут в апреле. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...